МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Фридом. Для вас работает команда и ведущая интермедиагрупп в студии Валерий Клименко и Ирина Юсупова. Потери России в Украине перевалили за 685 тысяч в живой силе. Международный уголовный суд признал Монголию нарушительницей римского статута из-за отказа арестовать Путина, кто на самом деле был хозяином на саммите БРИКС в Казани. И уже в воскресенье в Грузии пройдут выборы в парламент. Какие прогнозы? Обо всем этом мы не только будем говорить далее в нашем эфире. Сегодня ночью россияне снова массировано атаковали Украину дронами, силами ПВО уничтожено 36 вражеских БПЛА, 16 были локационно потеряны. Об этом сообщили в командовании воздушных сил. Всего оккупанты запустили 63 ударных дрона. Среди них были как шахеды, так и беспилотники неустановленного типа. Российские войска сегодня утром обстреляли Херсон. Один из снарядов пробил крышу многоквартирного дома. Пострадали два человека. Об этом сообщил глава Херсонско-областной военной администрации Александр Прокудин. Взрывом также выбиты окна, повреждены стены, мебель в квартирах и бытовая техника. На окраинах Покровска в Донецкой области готовятся новые линии обороны. Российские войска все ближе к этому важному городу. Там еще остается около 16 тысяч жителей. Из них 177 – это дети. К сожалению, далеко не все спешат покинуть родные дома. Как выживают? Смотрите далее в нашем сюжете. Жизнь кипела, люди жили. Сейчас смотришь на это все. 35-летняя Бориста Анна едва сдерживает слезы, рассказывая о жизни в Покровске. На витрине в ее кофейне стоят десерты и разные сладости. Последние крошки нормальной жизни здесь, делится девушка. Конечно, страшно. Когда же сюда рядом где-то бахает, то это страшновато. По мере возможностей, я жарю, мы здесь находимся. Но тогда почему я уезжаю в село ночевать, потому что здесь небезопасно оставаться. Но как-то страшно, опасно. При фронтовой кофейне Анна готовит украинским военным горячие напитки. Окупационные войска всего в 10 километрах от города. Звуки взрывов практически не стихают. Кто-то тоже не приезжает. Ой, вы работаете. Слава Богу, слава Богу. Ну, у нас уже две недели хотели прикрыть, закрыть, потому что оно небезопасно. У нас переживает руководство. Ну, мы все равно, типа, давайте поработаем, пока еще тепло, потому что ребята приезжают, правда. Они, вау, класс, хотят кофе, пашу, вкусно. Ну, они мотивируют. Все больше людей решают покинуть город. Но есть и те, кто пока остается в родных домах. Среди них и Анна. Признается, именно украинские воины мотивируют ее находиться здесь до последнего. Мы мотивированы, потому что понимаем, что нужны нашим ребятам, нашим защитникам, которые также хотят выпить горячий кофе, съесть горячий хот-дох. Не спешит покидать свой дом и Игорь. Потому что я работаю поблизости. И прихожу в столовую, потому что я работаю на шахте. И на нашу шахту прилетела российская ракета, и теперь в столовой. Благодаря российской ракете столовой на шахте нет. Теперь мне приходится приезжать сюда, в эту столовую. Мой родной город Красногоровка. Он уже занят русскими. Мой родной город. Его нет. Там руины стоят. У меня сгорело два дома. Моем родном городе. Поэтому я нахожусь в Покровске, потому что здесь стоит Украина. Из-за постоянных российских обстрелов в некоторых районах Покровска нет ни газа, ни воды. Часто отсутствует электричество. Улицы пустые, очень страшно, конечно. Смотришь, ну, только наши захистники, и у кого нет возможности просто уехать, вот и остались люди. Из более 60 тысяч населения прифронтового города осталось четверть. Страна-террорист постепенно превращает в руины и Покровск. Вот сейчас у нас такая жизнь, такая. До этого было лучше. За минувшие сутки украинские войска 187 раз вступали в бой с оккупантами. Об этом сообщили в Генштабе ВСО. Россияне используют свое преимущество в живой силе и технике. Непрерывно атакуют позиции сил обороны. Активные боевые действия шли на Покровском направлении. Там противник осуществил 55 атак. В районе Курахово было 20 боевых столкновений. Россияне 23 раза пытались прорвать линию обороны украинских войск на Лиманском направлении. Не прекращаются бои в Харьковской области. Войска РФ 8 раз штурмовали украинские позиции возле Волчанской и Старицы. На Купинском направлении произошло 14 боевых столкновений. Потерялись здоровье, конечности и статус в обществе. Жизнь в России после возвращения с фронта, то еще испытания для путинских солдат, чиновники на местах. Игнорируют, выплат нет, получить обычные услуги невозможно из-за клейма убийца. Собрали несколько историй российских военных преступников, которых государство оставило один на один с проблемами. Реалии жизни этих ненужных России героев далее в сюжете. В Махадунке мужчина передвигается уже более полугода, он давно пришел в неудобность. Он на костылях ноги не ходит, нуждается в операции, а его гоняют по всему городу. Российские военные возвращаются с фронта в Украине и сталкиваются на родине с безразличием невиданных масштабов. Если отраги подавлены чувствуют, мне плакать иногда даже получится. Я здесь уже не помню, совсем не защищаю. Я здесь не, например, здесь, туру заебить, какими-то завариваться. Это есть определенные нестаболы. У меня в Союзе, например, меня не понимают. Собственно говоря, большинство людей, которые, или весь, я там узнаю, почти не ползав на войне нет. Это митинг российских военных в Тюмени. Булсомни так называемых ветеранов требуют вернуть им земельные участки, изъятые местной властью. Нас отбирают участки. Наши участки перекраивают, проводят по ним красные линии. Пытаются поставить светофоры. Нет у нас диалога с местными властями. Путинские солдаты регулярно получают отписки, а о некоторых из них даже публично назвали ряжеными. Мы с 22-го зашли, и нас вот что обидно еще. Ряженые говорят. Это что у нас, администрация вместе с Муром такая? Участники отряда «Шторм-З» в России не получают ни копейки, жалуются этот оккупант. Их сообщают, чтобы не платить. Их подразделения признали спецконтингентом. А ко мне до сих пор, чтобы не платить деньги за ранения, за тяжелые ранения, которые я имею, нашим пацанам, что погибшим, ребятам, которые вот у меня вот там, из 700 человек у нас вернулось только... 92 человека, да, вот официально вот этим, который там погиб, чтобы деньги не платить, нас незаконно записали, звали спецконтингентом. Военный преступник не может оформить документы и в Бурятии. Чиновники игнорируют его запросы. Им отказывают не только в выплатах и земельных участках. Арендовать жилье – тоже проблема. Риэлторы не хотят сдавать квартиры насильникам и убийцам. Когда он спросил по поводу молодого человека, я сказала, что он находится в зоне проведения специальной операции. На что мне поступил такой ответ, что мой муж убийца, что он убивает детей, что и что же я буду делать, когда он умрет за 100 тысяч. Человек позиционирует себя как риэлтор. А этот россиянин вернулся с фронта с инвалидностью. Как и тысячи таких же солдат, государству он больше не нужен. Три бумажки мне дали, а все остальное помогают ребятам. Все собирали инвалидность, гражданская. Выбиралась мне награды, то есть люди думают, что за год у меня награды. Какого вопроса о том, что социальные работники какие-то помогали бы людям добираться до этой, не знаю, где находящейся больницы. Окупанты свои жалобы направляют в военную прокуратуру, ответа не получают. Живут с минимальных выплат и благодаря помощи близких, если те от них не отвернулись. Я сижу у участника СРО, прошу деньги у людей на питание, на продукты. Государство не помогает, никто мне не помогает. Вот обратите внимание на это. Более 1600 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Об этом сообщили в генеральном штабе ВСУ. Также удалось вывести из строя 7 вражеских танков, 33 боевые бронемашины, 34 арт-системы. Кроме того, российская армия потеряла две реактивные системы залпового огня и одно средство ПВО. Были уничтожены 73 беспилотника оперативно-тактического уровня и 101 единица автомобильной и специальной техники. В российской армии воюют так называемые добровольцы из африканских стран. Пропаганда утверждает, что они сами пошли на фронт. Однако те, кто попал в плен, говорят, что их заманили в армию России обманом или шантажем. Подробнее смотрите далее. Российская пропаганда часто сообщает, что граждане африканских стран добровольно идут на войну с Украиной. Одних вербуют в университетах. Сказали, что увидели агитационные материалы, рекламу нашу, и изъявили желание поступить на нас уже по контракту. Другие очутились в России в поисках работы. Одел из Соболи. Признается, жить там невозможно, поэтому бросил жену и решил искать лучшие жизни. Ричард родом из Сьерра-Леоне. Бывший военный также приехал в Россию в поисках заработка. Россия была единственной доступной страной. В то время поехать в другую страну стоило гораздо дороже. Нужно было иметь более 20 тысяч долларов или 15 тысяч долларов. А поездка в Россию обошлась мне примерно в 6,5-7 тысяч долларов. Издание «Инсайдер» отмечает, что фирма, содействовавшая ФСБ в доставке мигрантов на финскую границу осенью 2023 года, сейчас также открыто вербует иностранцев для отправки на войну в Украину. Мне сказали, я пришлю такси. Оно отвезет тебя в определенное место, где тебя ждет человек, чтобы оформить документы. Никто меня не спросил, хотел бы я подписать контракт на военную службу или нет. Когда я приехал, я просто сел и ждал оформления всех моих документов. От меня требовалось только подписать то, что мне дали. Ричард утверждает, что не знал, что подписывает контракт с Минобороны РФ. Мол, бумаги были на русском, а перевода не было. А Дил же, напротив, понимал, что подписывает, но был уверен, что будет заниматься охраной в тылу. Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение. После подписания контракта с Минобороны РФ, Дил и Ричарду обещали платить по 2000 долларов в месяц. А по окончанию службы выдать российские паспорта. Боевая подготовка длилась две недели. А потом они оказались на передовой и попали в плен к ВСУ. Я помню, как наш командир говорил там, что если украинцы поймают нас, то убьют как животных. Я спросил, командир, вы собираетесь меня убить? Он ответил, нет, мы не собираемся тебя убивать, потому что мы европейская страна и мы украинские солдаты. Мы обеспечим тебе хорошую медицинскую помощь и жилье. Российские власти, кроме африканцев, вербуют в армию выходцев из Непала, Ирака, Таджикистана, Индии, Кубы и других стран. Здесь как-то надо отметить, что в их случае им гораздо тяжелее дезертировать. Не потому что они не знают русского языка, а потому что их паспорта, доказывающие гражданство, и которые могут выступать как защита для них, эти документы в большинстве случаев остаются в военкомате, в сейфе. После подписания контракта их не забирают. По подсчетам журналистов, на войне в Украине погибли сотни завербованных российской армией и наемников. А дел и Ричард в украинском плену уже более 8 месяцев. И Россия не торопится их включать в обменные списки. Подписывайтесь на Freedom в Telegram, чтобы знать правду, сканируйте QR-код камерой своего смартфона и присоединяйтесь к числу подписчиков нашего канала. Если вы смотрите нас в YouTube, ссылка на канал в описании. Вы также можете легко найти нас по поиску в Telegram, введя спрос в Freedom, получаете только самую достоверную и актуальную информацию о войне в Украине и событиях в мире. В эфире Freedom. На связи с нашей студией Сергей Лещенко, советник главы Офиса президента Украины. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте. Ветаю вас. Приветствую вас. Вчера во время третьего парламентского саммита в Украинской платформе президент Зелинский заявил, что в плане победы Украины есть все необходимое, чтобы лишить России любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира. Что на данный момент мы имеем по восприятию с Западом плана победы Украины, о каких возможных корректировках формулы мира на днях написал в колонке для финского медиа глава Офиса президент Андрей Ермак. Вы знаете, корректировок никаких нет. Президент и глава Офиса не четкие, так сказать, в своих намерениях. То есть план победы, формула мира, это все составляющие. Будут еще внутренние предложения о том, как Украина должна в ближайшие месяцы пройти через эти испытания. План разработан, была встреча с гражданским обществом. В конечном итоге, это первое, международное право, второе, территориальная целостность. Это принципы, которые невозможно изменить, невозможно обойти, на которых строится. И об этом Ермак писал в своей статье для финского издания. То есть, даже саммит Брикса, о котором мы тоже будем говорить, он прошел в Казани. Но там тоже никто из участников не сказал, давайте откажемся от основополагающих принципов ООН, давайте откажемся от принципов территориальной целостности. Никто об этом не говорит. Поэтому, если Путин думал, что это триумф для него, это триумф в том, в плане, что собрались страны, у которых есть очень сомнительное достижение в части свободы слова, демократии, экономическое развитие, но даже эти страны, которых Путин рассчитывает до последнего, не сказали, давайте на прием на территориальную целостность, давайте на прием на принципы ООН. Никто не сказал. Соответственно, более того, в своих, кстати, не только в документах, но и в своих документах, они были на этот принцип, и он как основополагающий. Поэтому назвать этот триумф для Путина нельзя. А то, что Украина отстаивает территориальную целостность как основную форму и мира, и плана победы, только это в очередной раз подтверждено теми документами, которые опубликовал президент, и которые были представлены украинскому обществу. Ну вот, первым пунктом плана победы является приглашение Украины в НАТО. И вот буквально вчера издание «Политика» опубликовало статью, в которой говорится, что семь стран, цитирую, США, Германия, Бельгия, Испания, Венгрия, Словакия и Словения, якобы против приглашения Украины в альянс. Пресс-секретарь Владимир Зеленского опроверг эту информацию, но я отмечу, что официальные представители США подчеркивали, что не исключает возможности будущего вступления Украины в НАТО. А зачем сейчас появляются такого рода статьи? Официальные представители США не только не исключают, это записано в последних двух решениях саммита НАТО, то есть это те решения, которые приняты консенсусом всеми странами НАТО. И это не одно решение, а уже несколько решений о том, что Украина является страной, которая вступит в НАТО. Вопрос это случится когда? И, конечно, эти страны, которых вы перечислили, публично свою позицию не декларируют в кривоме канцлера Шольца, который не скрывает, что он против, потому что идет война. Другие страны не говорят, но их аргументация будет точно такая. Поверьте мне, пока идет война, мы не можем приглашать никого в НАТО, потому что это означает, что вступает в действие 5-я статья, нападение на одного из членов НАТО означает нападение на всех членов НАТО. Никто не говорит о том, чтобы вступать завтра. Речь идет о том, чтобы направить Украине приглашение на вступление в НАТО. Это формальное решение, которое сделает вступление НАТО необратимым. Оно уже и сейчас необратимым, но это дополнительный аргумент для того, чтобы лишить Путина вообще смысла эту войну продолжать. Ведь он ее начинал для того, чтобы НАТО не расширялось, и Украина не вступала в НАТО. Если Украина получает приглашение, то логика в этой войне просто отсутствует. Наоборот, чем дольше этого приглашения нету, тем больше Путин может давить и использовать это как рычаг влияния в войну, чтобы Украина это приглашение не получила. Логика должна быть абсолютно обратной. И нужно сказать очень простую на самом деле вещь. В НАТО самое весомое право имеет США. И как только американская администрация, независимо какая будет при власти, объявит о готовности направить Украине приглашение, другие страны будут корректировать свою позицию. Даже Германия начнет корректировать свою позицию. Германия – мощное государство, обороноспособное, но американские базы на территории Германии до сих пор присутствуют. И, конечно, это важная составляющая немецкой обороноспособности, американские военные базы. Поэтому мы ждем, по сути, одного. Это то, как завершатся выборы в США, и какая будет позиция того, кто победит на этих выборах. После этого динамика в отношении вступления, не вступления Украины, это будет совершенно другая. Будет больше ясности, после которой страны будут корректировать свою публичную коммуникацию. Ну, давайте более детально поговорим о саммите БРИКС в Казани. Комментируя итоговую декларацию, МИД Украины заявил, что все попытки Москвы навязать свое видение мирового порядка участникам потерпели фиаско. О чем, по-вашему, это говорит? Ну и вот, кстати, многие эксперты подметили, что созывал саммит Путин, но на самом саммите все вращалось вокруг Китая. К чему вот эти друзья мира имени Си Цзиньпина, зачем это делает Китай, ну и ваши общие впечатления от саммита? Вы правы в том, что Китай становится, по сути, вторым глобальным игроком, а Россия становится не третьим, как они хотели, а они становятся подыгрывающими, они становятся в роли слабого партнера, который клянчит помощь то у Ирана, то у Северной Кореи, то у африканских стран, то у латиноамериканских изгоев. По сути, это статус страны, которая не состоялась, не вид булась, это failed state, потому что еще 5-7 лет назад Путин рассчитывал сидеть за столом большой семерки, и тогда это была большая восьмерка. Более того, он участвовал в саммитах большой восьмерки и неоднократно, и даже принимал их на территории России. Сейчас у него трансформация из большой восьмерки в этот круг стран БРИК, среди которых далеко не самые успешные страны в экономическом потенциале. Есть, конечно, и мощные государства, но не все, нужно тоже признавать. Поэтому, о чем это говорит? О том, что в ретроспективе декордация российского режима, она очевидна, кто помнит, с чего все начиналось. Начиналось с того, что принимал Джордж Буш, младший президент США, Путина на ранчо, и говорил, я заглянул в глаза этому парню и увидел готовность сотрудничать. И это было фактически на равных с тех пор, насколько скатилась вообще во всем, и не только риторика, но вообще общий имидж Путина в глазах Запада, в глазах самых мощных государств мира. Он превратился в никчему, с которым никто не хочет иметь дело, и он ищет партнеров там, где может найти. Ну пусть ищет, это только доказывает, что двери клуба самых сильных государств мира для него закрыты. А выйдет ли ему выйти из тени китайского лидера? Думаю, это уже будет не так просто. Самому китайскому лидеру это неинтересно. Ему интересно держать Путина в таких ограниченных периметрах активности, для того, чтобы он был, по сути, его сателлитом. Поэтому саммит Брикс в этом плане, он подтвердил эти, на самом деле, глубинные изменения, которые происходят с российской государственностью в целом. Из сверхгосударственного участника Большой Восьмерки превращается в сателлита Большого, но сателлита Китая. Да, я даже вспомнила, что в Братиславе когда-то проходил такой саммит, так и назывался Путин-Буш, и вот, да, какие изменения. Вчера был Международный день ООН, и вот в этом контексте хотелось бы напомнить, что глава организации, которая должна поддерживать мир, был в гостях у Путина в Казани. Ну вот некоторые политологи отмечают, что Гутерреш как раз и приехал в качестве, ну, такого медиатора, миротворца. Но хочется спросить, да, почему его тогда не было на саммите в Швейцарии? По-вашему, зачем он поехал в Казань? Ну, если бы я тоже хотел это сказать, если бы я мог, я бы тоже это спросил, почему он не был на саммите в Швейцарии, поехал в Казань. Мы должны понимать, что ООН – это организация, которая критикуется неоснованно, но, по сути, она очень сложная, очень неповоротливая и во многом пассивная. С другой стороны, это наследие окончания Второй мировой войны, которое никто не смог придумать лучше, и мы живем с таким ООН, которое существует. Для Украины это совершенно справедливо поднимать вопрос, почему Гутерреша не была в Швейцарии на первом саммите мира. С другой стороны, он в своей коммуникации в Казани выступал за территориальную целостность Украины, и за это ему, конечно, благодарность. Но такие визиты имеют очень символические характеристики. Поэтому, если бы он был и на саммите в Швейцарии украинской, и в Казани, это было бы намного более релевантно и равноценно, и более справедливо. Чем он руководствовался, это может только он объяснить. Но он, по сути, является одним из тех медиаторов, которые хотят, возможно, по итогам, получить Нобелевскую премию мира и сказать, я добился мира для Украины. Но нам-то не жалко. Пусть кто угодно получит премию мира, только чтобы это был мир не на условиях Путина, а это был справедливый мир для Украины. Выйдет ли это сделать Гутеррешу? Ну, опыт был у него с зерновым коридором, достаточно неплохой, но это намного более объемный. По сути, это одна десятая, если можно, нужно сделать. Сможет ли он остальные 90%, я просто не берусь прогнозировать. Это слишком сложная задача. Может быть, одним из, да, выйдет. Поэтому он там, чтобы сохранять канал коммуникации. И плюс, там собрались в одном месте страны, которых нужно убеждать за Украину. В Швейцарии были страны, которых за Украину убеждать не нужно. Там были те, кого нужно убеждать. В этом плане его поездка может быть ценная. Но есть символизм их визита. Вот то, что его не было на украинском саммите, это тоже очень символично. С ознаком минус. Такой еще вопрос хотели с вами обсудить. Войска Северной Кореи уже в Курской области, причем на территории боевых действий. Вот об этом вчера вечером заявил украинский ГУР. И вот по мнению некоторых международных военных экспертов, отправка солдат КНДР на помощь России вообще грозит Третьей мировой. Как вы полагаете, чего ждут союзники Украины и какой должна быть эврианция? Третья мировая – это уже слово мема. Оно ничего кроме как… Это удубаться тут нельзя, знаете. Это все-таки слово «война», «Третья мировая» – страшные ассоциации. Но нельзя слишком долго обмахать этим жутелом. Со временем он просто вытеряет свою важность. «Третья мировая» – это не то, что случится. В случае, если Украина получит приглашение на АТО или, возможно, сбить по российским военным базам, не будет Третьей мировой войны. Третья мировая война может случиться только, если одно из ядерных государств примет ядерное оружие. Если Россия его примет, то она превратится в страну, с которой никто не будет имя дела. И саммит Брикс – это был бы прощальный саммит для Брикс. Он точно не хочет выпасть из этого клуба, он точно не хочет попрощаться со своими коллегами, поэтому он не применит ядерное оружие. А другие страны тоже применять ядерное оружие не будет. Поэтому Третья мировая невозможна. Это просто пугало огородное, которое должно всем мешать страх, хотя давно уже никого не пугают. Но риторика продолжает звучать. К сожалению, есть политики, в том числе в США, которые жили в страхе Третьей мировой, не придуманном, а реальном. Которые помнят Карибский кризис 1962 года, когда ядерные боевые головки оказались в доступности несколько минут того подлета до американской столицы. Есть политики, которые помнят гонку вооружений, «Звездные войны», Рейбена и все эти, скажем, стрессы. Когда у них в школах были тоже учения гражданской обороны, дети прятались под парком, под сигнал ядерной опасности. Поэтому эти политики реагируют. Но в целом, я думаю, уже пора этот страх переборить. Ну вот, кстати, в Конгрессе США призывают рассмотреть прямые военные действия. В случае, если солдаты КНД войдут на суверенную территорию Украины, мол, это станет красной линией для Соединенных Штатов. Ну вот, каким может быть, по-вашему, ответ США, и, как всегда, ограничиться риторикой, риторикой какой-то в случае его разрешения на дальновольность. А вот Южная Корея, каким ее, может быть, реакциям? Реальны ли прямые поставки вооружения Украине со стороны Северной? Реально то, что Южная Корея будет активнее вовлечена в случае, если Северная Корея перейдет к красную черту. До сих пор загадка, зачем это будет в свой строй. Потому что он пугать и потом торговаться. Он же любит блефовать, знаете. Вот он будет накапливать северокорейских солдат, а потом скажет, ну, давайте, я их отзову, но взамен вы там дадите то-то и то-то. Или он реально хочет заместить пехоту или штурмовые отряды на каких-то фронтах северокорейскими военными. Если это случится, это будет полный коллапс вообще европейской политики. Потому что, по сути, случится то, ну, худшее, что можно представить. Северокорейская армия воюет на территории Европы. Кому-то сказать об этом три года назад, подумаем, что мы, знаете, не в себе. А это может быть реальность сегодня. И если это случится, то Северная Корея сделает то, что предлагала Украина сделать нашим союзникам Европы. Направляйте своих инструкторов, военных, обучайтесь условиям современной войны, обучайтесь новым технологиям, беспилотникам, РЭП. То, как выглядит война до 21 века. Обучайтесь у нас, помогайте Украине. Они не захотели. А Северная Корея это сделает, но с другой стороны, вместе с Россией. И так вот, незаметно-незаметно, это как жабу сварили в кипятке. Не сами не заметили, как она сварила. Сами не заметили, как Северная Корея уже может воевать на территории европейского континента. Это должно быть очень серьезным сигналом, который, может, кого-то приведет в чувство. Потому что точно не ради этого создавались институции безопасности, борьбы за права человека, демократии и так дальше. Наследием которого наслаждаются нынешние европейцы и американцы. Наследием своих детов, прадедов, которые роде этого гибли в траншеях на полях Второй мировой войны. На полях сражения Второй мировой войны. Страны G7 решили не размораживать российские активы, пока Россия не выплатит репарации Украине. Европарламент одобрил кредит на 35 миллиардов, США на 20 миллиардов. Все это в счет доходов от замороженных активов России. Как вам такие новости? Оцените. И чем Кремль, в принципе, может ответить на такие шаги? И, Сергей, у нас минутка остается, эфир, на время. По большому счету, ответить нечего. Давайте разногольствовать. Все методы, которые они могли предпринимать, они предпринимают. Пытаются находить замену доллару, пытаются создавать какие-то волны вокруг единой валюты БРИКС, к которой никто не верит. Пытаются хранить резервы в золоте и так дальше. А то, что страны из Европы и США постепенно начинают использовать российские активы как средства помощи Украине, то, к чему мы всегда призывали. Не можете нам помочь за счет своего бюджета, мы и наставим. Давайте помогите нам за счет того, что накопил Путин на счетах ваших европейских и американских банков, обворовывая своих граждан и развязав самую кровавую войну в Европе по сектору мировой войны. Помогите нам, помогите тем самым и себе. Это происходит, это хорошо. Плохо, что это происходит только сейчас, а не раньше, но это происходит. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. За ваши комментарии Сергей Лещенко, советник главы офиса президента Украины, был на связи с нашей студией. Вы можете внести свой вклад в победу над путинским режимом. Телеканал Freedom призывает вас поучаствовать в сборе средств на дроны для Главного управления разведки Украины. QR-код сбора, с помощью которого вы получите доступ к счету, вы видите на своих экранах. Он действует в любой стране мира, также в правом нижнем углу экрана мы разнестили QR-код, с помощью которого вы в любое время можете присоединиться к борьбе с преступным крыльевским режимом. Искаженное восприятие истории Путина определило его действия в отношении украинского государства. Все его мышление сформировалось под влиянием старой советской системы. Почему влечение россиян так называемым «великим прошлым» ведет их страну к геополитической катастрофе? Многие россияне так или иначе верят в то, что не может быть России без доминирования над всеми соседями. Российский режим перманентно использует внешнюю агрессию и внутренние репрессии с целью самосохранения. То, что делает Путин, это миф, это своего рода извращение памяти. Документальный проект «Битва за историю» в пятницу и субботу в 13.00 по киевскому времени на телеканале ФИН. «Мы не собираемся и не будем воевать с украинским народом». Четверть века он развязывает войн. «Мы не можем, почему не собираемся навязывать». «Но мир видел его настоящее лицо». «Мы принято решение проведения специальной военной операции». «Освободи свое право на жизнь и свободу». «Фридом» на русском тоже говорят правду. Продолжаем наш эфир. И к нам присоединяется Игорь Челенко, политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Итак, в Казани завершился саммит БРИКС. Понятно, что Путин очень хотел показать миру, что его страна далека от изоляции. И вот кремлевским СМИ дали указание называть диктатора исключительно мировым лидером, писать о панике Запада. Но вот вывод Института изучения войны, я цитирую, саммит показал, что Россия не заручилась международной поддержкой и не создала желаемой для себя альтернативной структурой безопасности. И вот вообще многие эксперты отмечают, что вращалось там все не вокруг Российской Федерации, а скорее вокруг Китая, Индии. Хотели узнать и ваши впечатления. В самом деле данный саммит БРИКС или БРИКС-плюс все-таки очень сильно напомнил по концепции потемкинские деревни. То есть максимум формы, но наполнения практически отсутствовало. То, что пыталась действительно достичь Российской Федерации, ей этого абсолютно не удалось. Она пыталась показать создание антисападного блока, но большинство членов БРИКС против такого направления. Да и сам Запад, и США, мы слышали и от НАТО комментарии, что на самом деле они не видят ничего плохого в создании разных экономических таких организаций. И тем самым так последовательно нанесли удар по концепции непосредственно Путина. Далее, конечно же, вопрос валюты БРИКС, где Путину пришлось презентовать, прожать вот эту монетку. Но, опять-таки, никто не поддержал это, не подтвердил своими заявлениями. Напротив, даже когда ехали участники на саммит БРИКС, на сайте самого мероприятия было написано, что берите с собой доллары и евро. То есть на самом деле, даже концептуально там это все очень смешно выглядело. Но, тем не менее, единственное, что удалось Путину, единственное, это, конечно же, немножко отбелить себя за счет визита Кутерриша. Но Кутерриш сам фактически уничтожил свою репутацию окончательно этим визитом, встречей с Путиным, с Лукашенко и так далее. Поэтому, на самом деле, Путин выдавил последние соки все, что он мог сделать. А действительно, саммит БРИКС это больше про общение непосредственно с самыми масштабными экономиками сейчас мира и глобального юга. Это Китай, действительно, это Индия. Как бы не хотелось показать России, что они являются чуть ли не центром одного из полюсов на нашей планете. Вот были кадры Эрдоган тоже был в Казани. И вот в сентябре Турция заявляла, что собирается подавать заявку на уступление в БРИКС. Но вот сейчас пишут, что это решение блокирует Индия из-за хороших отношений Турции с Пакистаном. И, скорее всего, Ангаре придется похоронить. Эту идею об этом Билд пишет. Скажите, вот Эрдоган хотел показать, что одновременно можно быть и в НАТО, и в БРИКС. А вот если бы не Индия, у него бы это получилось? Все зависит от непосредственно самого БРИКС. Если БРИКС мы рассматриваем исключительно как экономическую организацию для повышения двусторонних экономических связей, это одно. Но совсем другое дело, когда и даже Российская Федерация рассматривает его уже как определенную политическую организацию, а Иран вообще как военную. То есть мы слышали инициативы от Ирана. И конечно же тогда никакого стыка быть просто не может как Турция, член НАТО присоединиться к БРИКС. БРИКС само должно понять, кем оно хочет быть и во что оно далее вылится. Я напомню, что БРИКС существует с 2006 года. И то, что сейчас там арифметически плюсуют ВВП стран-участниц и общее количество жителей, которые проживают в соответствующих странах. Но это же не означает, что там есть общая концепция, общие стандарты, общие связи именно на уровне объединения. Нет, фактически это среда для построения более активных двусторонних связей и используют эту площадку именно для того, чтобы укрепить между там определенными государствами такие экономические связи. Но не более, не более. То есть БРИКС сегодня точно не является тем, как это представляет Путин. И поэтому то, что Эрдоган подал заявку, я думаю, тут следует еще рассматривать из точки зрения их кооперации с Азербайджаном. Азербайджанцы тоже дали заявку. Соответственно, они видят там определенные возможности именно для экономического роста. В Турции с этим проблем мы сами знаем. И лира, девальвация, и крайне небезопасная инфляция, высокий ее рост. Поэтому у Эрдогана сейчас разные способы все-таки экономически укрепить свое государство. Поэтому он БРИКС рассматривает именно с такой прикладной точки зрения, но не как, как элемент сближения, например, с Российской Федерацией. У них и так на двустороннем уровне по-моему отношения сейчас довольно на высоком положении. Войска Северной Кореи уже в Гурской области, причем на территории боевых действий, об этом вчера вечером заявил Украинский Гор, но Запад снова глубоко обеспокоен. Тем временем Российская Федерация ратифицировала договор с КНДР о стратегическом партнерстве. Ну вот мы видели, да, уже северокорейские ракеты, снаряды, теперь живая сила. Как далеко может зайти вот это партнерство и что Пхеньян мог запросить в Москве за своих солдат? сейчас по данным той же украинской разведки это ядерные технологии для тактического ядерного вооружения, хотя неофициально у Кимченкина есть уже порядка 45-60 ядерных боеголовок в зависимости от источника, но видимо у них проблемы с производством такого вооружения, поэтому и необходимы технологии. Ну и плюс финансирование, денежное финансирование, то есть нельзя сейчас смотреть на северокорейских военнослужащих действительно как полноценную отдельную ну так единицу если в таких общих параметрах будем говорить это скорее больше наемники то есть Южная Корея четко охарактеризовала что происходит то есть Путин банально пил сейчас там в первой очереди до 3 тысяч военнослужащих в перспективе до 12 тысяч военнослужащих но это просто банально наемники которых действительно будут использовать ну как обычно будем говорить прямо как мясо и к сожалению для северокорейских семей откуда эти военнослужащие ну доля их будет точно незавидна и для них будет счастье попасть в украинский плен ну и очевидно нам необходимо увеличивать количество переводчиков с корейского языка страны G7 решили не размораживать российские активы для выплаты до выплаты репарации в Украине 35 миллиардов евро это от европарламента одобрение кредита и 20 миллиардов миллионов миллиардов миллиардов долларов от соединенных штатов все это за счет замороженных активов в России что мы имеем то есть мы имеем что Россия продолжая агрессию в Украине сама же финансово стимулирует Украину защищаться как в Кремле могут на такие новости хорошие для Украины отреагировать Кремле как всегда говорит что у него там украли эти там 300 миллиардов там около того что Запад действует нарушая якобы все законы но тем не менее тем не менее конечно же именно Российская Федерация делает шаги к дальнейшей эскалации и переубеждает Запад менять свою дальнейшую стратегию касательно поддержки Украины в этой войне и мы уже действительно видим как и на уровне Европейского Союза принято решение до 35 миллиардов евро но на самом деле это будет 18 миллиардов евро просто сделана специальная подушка если в Соединенных Штатах поменяется политика и они не смогут дать те 20 миллиардов долларов которые были вот обещаны как раз Байденом в заявлении Белого дома и подписаны там соответствующие документы ну и плюс еще драст между Японией Великобритании и Канадой еще на 10 миллиардов долларов то есть вот мы получаем эти 50 миллиардов долларов поддержки на последующие два года поэтому на самом деле следующим этапом я думаю что он может наставить гораздо раньше чем все думают но мы уже начнем говорить о не просто использовании прибыли процентов с российских арестованных средств а если так пойдет и дальше то вполне очевидно что и сами средства в перспективе направлены во первых на военную поддержку Украине на то чтобы оплатить продукцию военно-промышленного комплекса ну и на восстановительные работы что касается объектов энергетики что касается социального сектора вот например Великобритания как раз она первая непосредственно направляет процент из российских арестованных средств как раз на военную поддержку Украине и я думаю что этот вопрос конечно же будет развиваться далее в динамике Международный уголовный суд заявил что Монголия нарушила римский статут когда отказалась выполнить просьбу суда и арестовать на своей территории Владимира Путина в отношении которого напомним действует международный ордер на арест в начале сентября кремлевский диктатор был в Монголии встречался с президентом страны с другими официальными лицами скажите а вот что после этого заявления МОС может последовать чем это чревато по состоянию на сегодня это такая определенная только политическая ответственность порицание но все-таки в конце года должна состояться ассамблея стран участниц римского статута и поэтому я думаю что этот вопрос будет стоять очень остро как раз необходимость принятия шагов ответственности за нарушение непосредственно римского статута за нарушение выданного ордера потому что вопрос сейчас он уже имеет тенденциозный характер ведь мы можем вспомнить как схожая ситуация например происходила в южно-африканской республике где суданского диктатора вопреки как раз выданному ордену на арест но его приняли и ордер не сработал сейчас это происходит касательно фактически уже лидера диктатора более высокого уровня и все равно нормы римского статута опять не работают и в этом вся проблема конечно же и это ставит вопрос а насколько далее работать вместе вот эти 125 стран вместе с Украиной которые подписали и ратифицировали соответствующий документ появляется много вопросов касательно эффективности и жизнедеятельности всей структуры и непосредственно международного уголовного суда поэтому понятно что необходимо будет внедрять все-таки положение о конкретных мерах и как ответственность непосредственно за нарушение подобных вещей считанные дни до парламентских выборов в Грузии по словам вековного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля эти выборы станут решающим испытанием для демократии в Грузию пути в Евросоюз мы наблюдаем сейчас серьезный кризис в отношении Грузии с Западом заметное сближение с Москвой и оппозиции правящая грузинская мечта не оставляют друг другу место для компромисса говорят что глобально это даже не выбор а такой всенародный референдум как вы считаете вот не исключают многие наши собеседники на Фридом не исключают масштабных фальсификаций подтасовок административного ресурса со стороны грузинской мечты может дело дойти до таких вот серьезных протестов в стране конечно же может ситуация там крайне наколена ресурс у альянса оппозиционных сил сейчас действительно есть это показал 100 тысячный марш в Тбилиси но тем не менее мы же понимаем что каждая из сторон пытается сформировать для себя грунт для отстаивания результата и если независимые социологические компании показывают рейтинг грузинской мечты в районе 35% то провластные структуры демонстрируют свыше 60% никакая социология и ну скажем так изменения в методологии никоим образом не могут организовать аж настолько большой разрыв то есть вполне понятно что готовятся действительно определенные шаги к фальсификации на парламентских выборах в Грузии ну и это соответственно это создает такой активный фон для дальнейшей протестной деятельности но проблема вся в том сейчас что есть слухи якобы нынешние грузинские власти хотят использовать российскую военную помощь для того чтобы в будущем возможные митинги силы тушить и в этом является сегодня действительно это очень большая проблема поскольку с одной стороны конечно же необходимо отстаивать демократию но с другой стороны нельзя дать возможность Грузии целиком и полностью уйти под Москву что может быть сделано за результатами этих выборов поэтому ситуация действительно крайне сложная и здесь необходима поддержка международного сообщества всему грузинскому народу и их гражданскому обществу хорошо хоть в Молдове нет возможности у России в военном плане поддерживать своих марионеток объявлен второй тур выборов президентских в стране участвует действующий президент Майя Санд бывший кирпокурор Александр Стоянобла голосование пройдет 3 ноября и уже понятно что две недели будут до выборов непростыми вот как вы считаете за кого будут агитировать своих избирателей выбавшие кандидаты и как пророссийские силы попытаются раскачать ситуацию во первых я не думаю что будет агитация идти непосредственно за Стоянобла будет стоять вопрос Руба либо вы за Санду либо против Санду и как раз понятное дело вся оппозиция будет максимально агитировать против нее ну и соответственно выбор если против Санду то голосуйте за Стоянобла вот то есть на этом и будет построена и агитация на протяжении последующих нескольких недель до 3 числа поскольку сам Стоянобла тоже специфический политический персонаж бывший их венпрокурор и на самом деле он не имеет сегодня настолько потенциала непосредственно роста своей поддержки за счет своей личности поэтому они будут максимально атаковать нынешнюю президентку но это было очевидно и будут конечно же провокации идти максимально будут слышны угрозы о разных вопросах по безопасности будут вкидывать тему что якобы будет происходить фальсификация со стороны власти но это вполне очевидно эти методички которые сейчас прописываются шором в Кремле они по крайней мере когда мы понимаем что будет дальше происходить но это как минимум первый элемент защиты но конечно же здесь вопрос насколько молдавская государственность и их и майя сандус могут все-таки удержать удержать сегодня власть силу при таком натиске со стороны промосковских сил и снова о выборах Камала Харрис не исключила возможности что Дональд Трамп объявит о своей победе еще до завершения подсчета голосов на выборах и вот в штабе демократов по ее словам сейчас к этому активно готовятся и она говорит что Трамп попытается подорвать выборы это цитата но вот сейчас и Трамп и Харрис сосредоточили свои усилия на семи штатах где скорее всего и определиться исход выборов как вы оцениваете вот такую тактику кандидатов и что они будут еще предпринимать ну страсти там вообще накаляются вот позавчера на митинге Харрис назвала Трампа фашистом который стремится к бесконтрольной власти да удивительно смотреть сейчас за их компанией Трамп называет Харрис коммунисткой Харрис называет Трампа фашистом то есть как-то ушли риторикой во времена там второй мировой войны и во времена холодной войны но тем не менее все же таки должны констатировать что отрыв Харрис от Трампа сокращается сократился он на 1% по всей стране ситуация в свинговых штатах действительно крайне нестабильная любая акция сегодня любой информационный повод меняет мнение избирателей касательно поддержки того или иного кандидата и действительно сейчас самая самая большая проблема что одна сторона может не признать победу второй стороны причем это касается как республиканцев так и демократов то есть поляризация выкручена на максимум и в таких условиях конечно же в том числе и Российская Федерация которая имеет сейчас непосредственное влияние как минимум через социальные сети через тот же Икс Илона Маска через ТикТок они активно влияют сейчас особенно на эмоциональном уровне на когнитив фактически это когнитивное вмешательство сегодня со стороны Москвы на то чтобы усилить вот это противостояние еще более поднять градус кто бы не победил на выборах для Российской Федерации конечно же главное сейчас это сеять хаос внутри Соединенных Штатов тем самым ослабляя внешние действия Вашингтона ну собственно мы это сейчас и видим поэтому действительно события около 5 ноября ну и дальнейшие события они очень рискованные если сценарий пойдет ну хотя бы в суды это уже будет не настолько плохо главное конечно чтобы не было уличных столкновений к чему в том числе активно призывают сейчас в социальных сетях армии ботов да вот буквально полторы минутки остается Игорь а вот еще такая информация американская разведка заявила что Россия Китай и Иран могут спровоцировать насилие после выборов президента США и вот в распространенном для прессы заявлении говорится что эти три страны извлекли уроки из предыдущих американских выборов и уже более подготовлены к тому чтобы устроить беспорядки да и они могут использовать какие-то информационные кибероперации также прибегнуть к физическим угрозам к насилию как вы прокомментируете вот такую информацию да вполне реально сейчас когда нет возможности сделать занавес информационный когда есть максимальное кибернетическое влияние с любой точки мира ну хотя в самом Китае мы знаем они организовали себе там золотой дракон фаервол но тем не менее Соединенные Штаты все-таки более открыты в этом вопросе нюанс единственный в том что кого же будут отстаивать вот эти три страны ну мы понимаем что Китай например активно борется против Трампа у Ирана тоже схожие мысли вот Российская Федерация наоборот крайне не заинтересована например в победе демократов то есть якобы мы видим общую ось зла но у них есть свои интересы касательно дальнейшего развития событий в Соединенных Штатах именно вот эта разница в интересах я думаю сейчас сыграет на то чтобы притушить активность всех трех участников да и пусть боты борются друг с другом спасибо вам огромное будем следить за этими выборами за всеми выборами конечно очень интересные дни впереди спасибо за ваши комментарии пояснения всегда рады видеть в эфире Фридема и нашим зрителям напомню что Игорь Челенко политолог был в нашем эфире благодарю спасибо вам и каждый день мы общаемся с самыми авторитетными экспертами и публикуем видео с ними на ютуб канале Фридем обсуждаем ситуацию на фронте важные изменения в мировой политике так что подписывайтесь на наш канал в ютубе QR-код вы сейчас видите на экране или вы можете найти этот канал в поисковой строке ютуб для этого просто напишите телеканал Фридем вещание телеканала Фридем продолжается команда интермедиагрупп прощается с вами до следующего эфира всего доброго увидимся до следующего эфира Субтитры создавал DimaTorzok Не СВО, а война Всегда говорим так, как есть на самом деле Нам виднее, ведь именно мы находимся в эпицентре событий Итоговый выпуск дня Пришло наше время Ежедневно В 16 и 21.00 по киевскому времени На телеканале Freedom В наши планы не входит оккупация украинских территорий Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой Появление российских войск под Киевом И у других городов Украины Связано не с намерением оккупировать эту страну У нас нет такой цели Вы упомянули о том, что появились новые территории Ну вот И Такой Все-таки Значимый результат Для России Телеканал Freedom 12 июля 2021 года На официальном сайте Кремля Появляется статья под заголовком Об историческом единстве русских и украинцев Авторство приписывалось президенту России Владимиру Путину Советский Союз, что это историческая Россия Главный посыл автора статьи Украинцы это не нация А разновидность русских Люди оказались вдруг за границей Русские оказались самой большой разделенной нацией Украинский национализм придумали спецслужбы Австрийской империи Заложили атомную бомбу На задание, которое называется Россия Она рванулась А Украину создали большевики под руководством Ленина И наделили ее территориями за счет русского народа Начну с того, что современная Украина Целиком и полностью была создана Россией Точнее большевистской, коммунистической Россией Именно с июля 21-го года ФСБ начала подготовку к оккупации Украины Вы хотите декоммунизацию? Мы готовы показать вам, что значит для Украины Настоящая декоммунизация Через три месяца, в октябре 21-го года Началось выдвижение российских войск к украинской границе 31 октября 1999 года Москва 12 часов дня Президент Российской Федерации Борис Ельцин Делает резонансное телевизионное обращение к народу В соответствии с Конституцией Уходя в отставку Я подписал указ О возложении Обязанности Президента России И председателя правительства Владимира Владимировича Путина Полночь с Новым Годом Россиян уже поздравил Исполняющий обязанности президента России Владимир Путин Свобода слова Свобода совести Свобода средств массовой информации Права собственности Эти основополагающие элементы цивилизованного общества Будут надежно защищены государством С Новым Годом вас! С Новым веком! Назначение малоизвестного бывшего офицера КГБ На самую высокую должность в стране Вызвало удивление как в самой России Так и на Западе В январе 2000-го в швейцарском Давосе Проходит Всемирный экономический форум Российская делегация в составе первого вице-премьера Михаила Касьянова Бывшего председателя правительства Сергея Кириенко Клавы РАО ЕС Анатолия Чубайса Принимает участие в дискуссионной панели Кто такой мистер Путин? Тогда о Владимире Путине было известно немного Юрист по образованию С 1975 года сотрудник 5-го идеологического отдела Ленинградского управления КГБ После учебы в Краснознаменном институте КГБ СССР имени Андропова Был направлен в Германскую демократическую республику Разведчиком под прикрытием В должности заведующего домом советско-германской дружбы в Дрездене После падения Берлинской стены и объединения Германии В 1990 году Путина возвращают в Советский Союз, в Ленинград Там ему присваивают звание подполковника И переводят в действующий резерв КГБ Именно во времена Андропова Была создана и укрепилась Система офицеров действующего резерва Что такое офицеры действующего резерва? Это система, когда офицер КГБ засылается на работу в мирный сектор Точно так же, как засылаются нелегалы за границу Подполковника Путина сначала направляют на должность помощника ректора Ленинградского университета А со временем назначают советником мэра Ленинграда Анатолия Собчака Одного из лидеров перестройки Его переход к Собчаку Был своего рода внедрением или прикомандированием чекиста к новой власти На первый взгляд может показаться, что таскать портфель за Собчаком Это унизительная задача Но если ты агент, находишься в чужом окружении Тогда наоборот Это весьма важная должность После поражения Анатолия Собчака на выборах мэра в 96-м году Путина переводят в Москву Там начинается его стремительная карьера В 97-м его назначают заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации А уже в июле 98-го подполковник КГБ ФСБ Владимир Путин Занимает генеральскую должность руководителя Федеральной службы безопасности России Представить верхушке ФСБ нового начальника Приехал тогдашний глава правительства Сергей Кириенко Выбор Владимира Владимировича Путина не случайно Это профессионал, человек по всему спектру Задача, стоящая перед Федеральной службой безопасности Имеющий опыт Профессиональный разведчик Что позволяет ему знать и успешно реализовывать задачи Святых нескольких пресечений С названием деятельности руководителя Май 1999 года Две крупнейшие социологические службы Российской Федерации Проводят опрос под названием «Президент-2000» В нем просят выбрать нового руководителя страны из киногероев Победителями стали маршал Победы Жуков Стоять! На сверч! И разведчик Штирлиц Так началась подготовка по раскручиванию малоизвестного широким массам разведчика Штирлица Путина Рейтинг Путина поднялся очень быстро Изначально его рассматривали к такую серую моль Это было его прозвище в службах Он был безумно не харизматичен на камере И ушли огромные усилия политехнологов Которые сделали из него такой феномен Тогда из Путина сделали такую куколку В которую влюбили всю страну Это абсолютная манипуляция политтехнологов Павловские компании – чрезвычайно талантливые люди Которые привели им кибели Россию Уже после прихода Путина к власти Социологи также провели опрос среди россиян на тему Волнует ли их тот факт Что новый президент длительное время работал в КГБ Почти 80% ответили Что эти обстоятельства не вызывают у них обеспокоенности Еще в сентябре 1991-го Общественное мнение было иным 62% россиян не доверяли КГБ Комитет государственной безопасности СССР Был создан 13 марта 1954 года Год назад умер генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин За 30 лет правления он построил в Советском Союзе Тоталитарную систему Которая опиралась главным образом на всесильную спецслужбу Сначала она называлась ВЧК, ОГПУ, НКВД И в конце его правления – МГБ Обнаженным мечом пролетариата называл ее Сталин Уже в день смерти диктатора началась борьба за власть между Сталинскими соратниками Член Президиума ЦК КПСС Лаврентий Берия Инициирует объединение Министерств государственной безопасности и внутренних дел И подчиняет их себе Чувствуя угрозу, секретарь ЦК партии Никита Хрущев Сплачивает других членов Президиума И при поддержке военных организует заговор Берию арестовали и через некоторое время приговорили к расстрелу На основе МГБ был создан комитет государственной безопасности При совете министров СССР в самой спецслужбе и ее архивах Повели традиционную еще со сталинских времен чистку Судьба всех руководителей госбезопасности на самом деле была трагична Они все либо скоропостижно умирали, например, Минжинские Либо откровенно были убиты, например, Негода, например, Бежов, например, Берия И расстрелы высшего руководства госбезопасности В Советском Союзе продолжались до 1956 года включительно Руководители страны, по мнению экспертов Были заинтересованы в том, чтобы избавиться от свидетелей И документов, подтверждающих их участие в преступлениях Сталина Во второй половине 50-х годов было принято решение уничтожить в первую очередь Те агентурные и оперативные документы, которые якобы возводили клевету на честных коммунистов И огромное количество этих материалов было уничтожено Первым руководителем комитета стал генерал-полковник Иван Сирон Который пришел в НКВД в 1939 году после очередной чистки За свою чекистскую карьеру он был непосредственным организатором И исполнителем карательных операций в 40-х и 50-х годах Это расстрелы офицеров войска польского Депортации коренных малочисленных народов Массовые политические репрессии в Украине В самом начале так называемой Хрущевской оттепели КГБ принимает активное участие в подавлении венгерского восстания Ликвидирует очаги сопротивления в Украине и странах Балтии Продолжает сталинскую традицию политических убийств за границей В октябре 1957 в Мюнхене агент КГБ Богдан Сташинский убивает украинского публициста и адвоката Льва Ребета А в 1959 лидера организации украинских националистов Степана Бандер В том же 1957 КГБ осуществляет попытку ликвидации бывшего советского разведчика Николая Хохлова За отказ осуществить убийство одного из лидеров российской эмиграции Геория Акаловича и побег на запад Кохлов был отравлен радиоактивным изотопом, но ему удалось выжить Внутри страны КГБ начал расширять свои возможности Он получил право создавать свои органы в союзных и автономных республиках, краях, областях, отдельных районах и городах В военных структурах, соединениях и частях советской армии На флотах и флотилиях военно-морского флота В войсках МВД, на железнодорожном, водном и воздушном транспорте Государством в государстве назвал КГБ Никита Хрущев после Кремлевского переворота в 1964 В сентябре того же года генеральный секретарь ЦК КПСС Хрущев был отстранен от власти группой соратников из Политбюро Брежневым, Косыгином, Сусловым и Подгорным При участии председателя КГБ Владимира Семичастного Генеральным секретарем тогда был избран Леонид Брежнев В мае 1967-го главой комитета государственной безопасности назначает Юрия Андромова В своем первом послании к Центральному комитету партии Он предлагает создать в КГБ новое идеологическое управление и обосновывает это таким образом Реакционные силы империалистического лагеря, возглавляемые правящими кругами США Постоянно наращивают усилия в плане активизации подрывных действий против Советского Союза Под влиянием чуждой нам идеологии В некоторой части политически незрелых советских граждан Особенно из числа интеллигенции и молодежи Формируется настроение аполитичности и нигилизма И уже 17 июня постановление УЦК КПСС в интересах повышения уровня агентурно-оперативной работы Создают 5-е управление КГБ СССР, а также его территориальные органы Председателем новой структуры был назначен генерал Филипп Бабков Через год Андропов подает грежному отчет о результатах работы КГБ В котором сообщал, что в капиталистические страны отправлено 378 оперативных работников Более 2200 агентов и 4400 так называемых доверенных лиц В целом СССР тогда было завербовано 24952 агента По подсчетам историка Владимира Тольца Общее число агентур в стране в 1968 году превысило 160 347 человек Именно в этом году КГБ под руководством Андропова принял активное участие во вторжении войск СССР и стран Варшавского договора в Чехословакию и подавлении Пражской весны КГБ официально был мечом и щитом партии, не правда ли? Но на самом деле это была спецслужба, которая собирала разведданные о том, что действительно происходит в обществе Хотя на практике это было непросто И собирала разведывательные данные в общем о стране А потом сообщала их своему очень циничному руководству И организовала тайную деятельность на Западе И финансовые потоки на Запад, и валютные счета, и тому подобное КГБ, сотрудничая с международным отделом ЦК КПСС Значительно усиливает на Западе кампании по дезинформации Так называемые активные мероприятия Наше телевизионное путешествие по Соединенным Штатам Америки подошло к концу Значит, вот работающие офицеры КГБ и офицеры ГРУ за границей Они работали под прикрытием той или другой должности Чаще всего использовалась должность журналистов Будем откровенны То есть все эти люди считались журналистами определенных газет Или советских газет, или советского телевидения В сущности, идеологическая работа КГБ никогда не останавливалась Тактика и цели пропаганды не изменились Существует важная история Касающаяся известной советской теории заговора Которая была создана в 1980-х годах И это была теория о том, что ЦРУ изобрело СПИД Вирус СПИДа Пятое управление КГБ также активно занимается Идеологической обработкой советского населения Насаждается лишь политически отредактированная история страны И ее органов безопасности Для пропаганды привлекают известных деятелей искусства Из разных отраслей Также учреждают престижные премии КГБ СССР В области литературы и искусства Против инакомыслящих КГБ активно применяет карательные методы От психологического давления, сбора компромата Слежения и препятствования карьере До принудительного направления психиатрические клиники Особенно опасных бросали за решетку В сентябре 1976 года Советские художники Юлий Рыбаков и Олег Волков Сделали большую надпись на стене Петропавловской крепости в Ленинграде Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков Лейтенант Путин принимал участие в обысках и задержаниях О чем свидетельствует найденный протокол Тогда художников приговорили к тюремному заключению Волкова к семи годам, Рыбакова к шести Спецслужбы играют очень важную роль в России И очень важно, что Путин наследник этой традиции Я думаю, что это та традиция внушает идею Нам не нужно ничего делать Они просто хотят, чтобы другие люди не могли ничего сделать Это традиция КГБ